Доброе утро, дорогие друзья! Завтра в Ханты-Мансийске начнет свою работу 9-й международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. С 15 мая в круглосуточном режиме работает горячая линия IT-форума 8 800 250 91 0 3. Сегодня у нас в гостях директор департамента информационных технологий Ханты-Мансийского округа Югры Павел Цеповин. Павел, доброе утро! Доброе утро! Какова основная тема форума? Основная тема форума у нас это переход от электронного правительства к цифровому обществу. Так, подождите, давайте поподробнее. Как давно у нас правительство стало электронным? И зачем нам переходить к цифровому обществу? Уже портал госуслуг действует 7 лет у нас, да? То есть уже этот переход пора начинать делать, потому что... Потому что вопросы можно было решать, не выходя из дома. И очень многие уже пользуются и оценили достоинства. И не выходя из дома пользоваться. И в целом сейчас уже пришло понимание, что IT это не просто как компьютеры, которые стоят и что-то вычисляют и делают. А IT это уже некая платформа для любой сферы деятельности. Ну вот я смотрю, вы тоже не с пустыми руками пришли без цифровых технологий никуда. Скажите, а участников становится больше год от года? И вот мы сказали о горячей линии. С какими вопросами на нее сейчас обращаются? С каждым годом у нас количество участников все увеличивается и увеличивается. В этом году тоже количество наших гостей будет в несколько раз, но достаточно много. Сейчас уже проблемы с гостиницами у нас происходят. Как раз, что все места заняты, уже на горячей линии звонят. С этими вопросами обращают. Да, люди спрашивают, где можно пожить, чтобы принять участие в форуме. Большой интерес зарубежные гости проявляют. У нас большая делегация из Индии, приезжает 22 человека в этом году. Сами активно проявляют интересы. Даже попросились участвовать в мероприятиях выставки самой. Показы привезут какие-то свои наработки интересные, какие-то свои продукты программные. А вообще, если бы объяснить тем людям, которые с цифровыми технологиями сталкиваются только у себя дома. Компьютер, телефон, какие-то гаджеты. Для чего она проходит, вот этот форум? Для чего он нужен? В целом, такой форум позиционирует наш регион как передовой серии IT. Чтобы об этом знали не только мы, но и представители других субъектов и других стран. Действительно, у нас такая хорошая IT-школа, образованная в регионе. У нас есть и подвензовое учреждение, и Угорский научно-исследовательский институт. И мы к нашим прикладным задачам, которые решаются в других регионах просто силами чиновников, то мы привлекаем туда в том числе и науку. То есть мы любую задачу перекладываем на научную сферу деятельности и стараемся ее решить с этой стороны. А что ждет участников форума? Какие мероприятия запланированы? Большая выставка двухдневная, где будет порядка сотни экспонентов, в том числе зарубежные гости. Ну понятно, там робототехника будет представлена, какие-то современные технологии, электронные услуги. Мы там делаем интересный квест, сравнивая электронную составляющую услуг и натуральную составляющую услуг. Сравнить все-таки, есть ли пользы или нет от этого. Надеюсь, что есть. Большая деловая программа в концертно-театральном центре будет проходить в течение двух дней. Приезжают такие серьезные гости по кибербезопасности. У нас представитель агентства кибербезопасности Малайзии будет такой серьезный специалист. Израильские специалисты, представитель Министерства связи и коммуникации Вьетнама. То есть это прям серьезные специалисты в сфере информационной безопасности, которые как раз с учетом возрастающих угроз, которых мы все время слышим, будут обсуждать, как мы будем выходить из такой сложной ситуации с хакерами. А что-то создать своими руками, попробовать, поучаствовать непосредственно можно будет? Да, это в основном на выставке. И для детей будет возможность поучаствовать, и будут конкурсы. Будет конкурс по безопасности информационной, когда у нас студенты и школьники смогут путем программирования закрывать как раз всякие возможные так называемые дыры в безопасности различных информационных систем. Доступ со стороны хакеров перекрывать ему. Да. Скажите, Павел, одна из тем, которые будут подняты в рамках форума, многоязыковое киберпространство в инклюзивном образовании. О чем идет речь здесь? Ежегодно проводятся такие мероприятия при поддержке ЮНЕСКО. В этом году выбрана тема про языковые технологии. Будет обсуждаться сохранение вот этих вот языков, которые исчезают сейчас. И использование информационных технологий для их сохранения, для их развития. У нас также мы на базе НИИ нашего Егорского информационных технологий, используя методы математического анализа, тоже работаем в этом направлении. Как раз тоже нам будет что рассказать. У нас будет доклад на этой конференции. Ну и тоже большое событие, достаточно в рамках IT-форума. Приезжают порядка 46, если не ошибаюсь, представителей стран. То есть достаточно серьезный такой разговор по этому направлению будет проходить. А какова перспектива для округа проведения форума у нас в Югре? Ну, вообще мы в рамках этого форума как сами делимся своими наработками, своими внедренными продуктами, так и смотрим то, что предлагается в других субъектах, то, что предлагается нашими партнерами, то, что предлагается зарубежными коллегами. В этом году у нас практически пол России представлен на IT-форуме. 44 субъекта там приезжают, причем на достаточно серьезном уровне. Директора департаментов, IT-заместители их. Вот эта вот команда, которая соберется и будет обсуждать два дня. Электронные услуги, информационные системы, безопасность. Мы генерим там мощные идеи, которые, собственно, и сами можем реализовывать. Ну и вообще такая грандиозная идея, когда мы завтра-послезавтра идею придумаем, потом ее реализуем силами департамента ЮНИТа, а потом еще и начнем делиться с другими регионами, как нашими IT-знаниями, IT-продуктами. Ну что ж, планов огромное множество. Мы желаем, чтобы они обязательно все воплотились в жизнь, тем более, что и в нашей программе в том числе. Дорогие друзья, мы регулярно будем вас знакомить с гостями, участниками IT-форума, который завтра начнет свою работу в Ханты-Мансийске. Павел, большое спасибо. Спасибо. И хорошего дня. Спасибо, всего доброго.